Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа Золотая Редактория. Вам как раз ковид пошел на пользу. Возвращаюсь в который раз. Книгу же вы написали. Я бы ее тогда не написала, конечно, никогда. Я знаю, как обычно люди вашего статуса пишут книги. Вряд ли вы сидели прямо за компьютером. То есть, скорее всего, вы специально обученным людям надиктовывали это, да? Я просто давала самоинтервью. Мне звонил редактор, включала диктофон. И мы шли с ней по темам. Я сама все рассказывала. Потом она мне прислала текст. И то, что мне показалось недоведенным, вот это я исправляла за компьютером. То есть я сама правила. И каждую точечку там все проверяла. Что-то новое вы про себя узнали, когда окончательный продукт был на выходе? Потому что иногда часто ты рассказываешь что-то и не отмечаешь нюансы. Потом, когда это в напечатанном виде, иногда смотрятся те или иные факты биографии иначе. Или у вас такого не было эффекта? Ну, у меня несколько другое было. Во-первых, я больше узнала про свою родословную. Потом я нашла просто название этого села в Википедии. И очень много узнала о том, что оно было русскими полководцами прошлого, собственно, организовано. Хотя это украинское село. И имеет название. На украинском звучит как «Новая водолага». «Новая водолага». Потом некоторые детали мы с сестрой доуточнили. Потому что пока я постоянно круглосуточная была занята в театральном училище, оказывается, моя сестра умудрилась больше узнать. То есть они больше вели с бабушкой бесед. Как раз и о том, кто наши предки, и кто когда с кем познакомился, и так далее. Вот такие вот детальки. Ну и к тому же, я когда залезла в интернет и посмотрела ту школу, в которую я пошла в первый класс, я просто набрала город Кызыла, это Тувинская СССР, школа номер один. Прямо центральная, такая самая старая школа была в самом центре этого города в Сибири. Это на Енисеи находится. Папа туда поехал работать в симфонический оркестр. Пообещали квартиру, и он поехал. Взял нас всех, и мы уехали. И когда я стала читать, я увидела известные люди, которые окончили нашу школу. Кто там в этом Кызыле мог окончить. И вижу Шойгу Сергея Кужугедовича. Я смотрю дату выпуска и понимаю, что он весной выпустился, а я осенью пришла в первый класс. И мы, собственно, сидели, может быть, даже за одной партой. И вот так интересно узнаются какие-то вещи. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба».